МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Время новостей на МТВ. В студии Светлана Ларикова. Прямо сейчас расскажем о самых значимых событиях в городе-регионе к этому часу. Развитие туризма и реализация совместных проектов. Губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Дагузовой. Участники встречи отметили конструктивное взаимодействие в реализации программы туристического кэшбэка, в том числе детского. В этом году к проекту присоединились и 11 оздоровительных лагерей региона. На встрече также обсудили региональную инициативу по созданию многофункционального молодежного и спортивно-туристического комплекса «Зеленая волна». Основные объекты планируют развивать на базе стадиона имени Логинова в Волжском. Помимо комплекса спортивных объектов предполагается формирование туристического кластера. Он будет включать в себя гостиничный комплекс, прогулочную и парковые зоны для активного отдыха. Это позволит сформировать новые уникальные туристические предложения для жителей и гостей региона. Волгоградская область обладает мощным потенциалом с точки зрения исторических, культурных аспектов и с учетом наличия природных богатств. Развиваются патриотические, культурно-познавательные, экологические, круизные, лечебно-здоровительные, детские и другие виды туризма. Особое внимание созданию профильной инфраструктуры. В настоящее время в области доступны 108 туристических маршрутов и экскурсионных продуктов. Функционируют 390 объектов размещения, их вместимость почти 19,5 тысяч человек. Проведена модернизация транспортно-пересадочных узлов, они соответствуют высоким международным стандартам. Продолжается системная работа по формированию комфортной городской среды, обновляются и создаются новые парки, общественные пространства, учреждения культуры. Регион много раз становился площадкой для проведения масштабных всероссийских и международных мероприятий. В том числе Волгоградская область принимала Чемпионат мира по футболу 2018. Ежегодный туристический поток, даже несмотря на пандемию, превышает миллион человек. В 2021 году Волгоград получил статус Всероссийской столицы детского туризма. И сегодня на площадке детско-юношеского центра Волгограда состоится долгожданное открытие фестиваля «Вместе» «Зарина Дагузова» даст старт мероприятию. Там будет работать и наша съемочная группа. О самых ярких моментах расскажем и покажем в следующих выпусках. Продолжаем. В Волгограде стартовало обновление дорожной разметки. Первым объектом масштабных работ стал проспект имени Ленина. В ближайшие дни специалисты приступят к нанесению знаков и на других участках уличной дорожной сети областного центра. Ежедневно специалисты наносят на проезжую часть около двух тысяч квадратных метров новой дорожной разметки. Большую часть работ ведут ночью, в период минимального дорожного трафика. Пешеходные зебры на дорогах с интенсивным движением покрасят в желтые и белые цвета. Это позволяет улучшить видимость разметки и повысить безопасность пешеходов. В последние годы в Волгограде используются два вида материалов для дорожной разметки – специальная краска и термопластик. На дорогах с высокой интенсивностью движения разметка выполняется только из термопластика. Он отличается повышенной стойкостью. Для усиления зрительного эффекта в пластик добавляют стеклянные микросферы. Срок эксплуатации материала – один год. Световозвращающая краска применяется на второстепенных дорогах и внутрирайонных проездах. После осенне-зимнего периода специальные комиссии муниципальных предприятий оценили состояние дорожной разметки. На некоторых участках она сохранилась даже с учетом неблагоприятной погоды. Здесь обновление будет проводиться по мере износа. Восстановление горизонтальной дорожной разметки на проезжей части и пешеходных переходах проводится ежегодно в рамках текущего содержания улиц. Традиционные работы начинаются весной, в период месячника по благоустройству. Новая разметка также появится на тех улицах, которые будут реконструированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 250 крупномеров высадили на бульварной зоне проспекта имени Жукова от обновленного участка до Самарского разъезда. Всего прогулочную зону украсят 500 деревьев, более полутора тысяч кустарников и две с половиной тысячи чайных роз. Благоустройство общественного пространства ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На пешеходной зоне продолжается оборудование поливочного водопровода общей протяженностью тысячи погонных метров. Это позволит обеспечить уход за существующими и новыми зелеными насаждениями. Бригады уже монтируют кабели для линий наружного освещения и видеонаблюдения, а также приступили к мощению тротуарной плитки. Бручатку укладывают рядом с остановочными пунктами улицы Землячки и Дом детского творчества. Продолжаются работы по обустройству бордюров и восстановлению подпорных стен. Завершающим этапом благоустройства бульвара вдоль проспекта Жукова станет установка стилизованных под старину малых архитектурных форм, арт-объектов и фигур. В прошлом году в порядок привели первую очередь общественного пространства. Помимо бульвара вдоль проспекта Жукова в Держинском районе работы по благоустройству ведутся на участке общественного пространства вдоль улицы имени Держинского в Тракторозаводском районе, на прогулочной зоне вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском, в сквере на площади Чайкиста в Ворошиловском районе, на улице Коммунистической и улице имени Ленина вдоль Комсомольского сада в Центральном районе. В рамках реализации федерального проекта в этом году планируется реконструировать зеленые зоны вдоль железнодорожной станции Заканальная и музей-заповедника Старая Сарепта в Красноармейском районе. Работа по формированию комфортной городской среды в Волгограде ведется с 2015 года. За это время муниципалитет сначала самостоятельно, а затем и при поддержке федерального бюджета привел в порядок почти 60 парков. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 248 жителей региона заразились ковидом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. В Волгограде плюс 112 заболевших, в Волжском – 31. Ситуация в муниципальных районах области на ваших экранах. К сожалению, за минувшие сутки от опасного вируса и его последствий скончались 4 человека. Победить инфекцию смогли 318 пациентов. А теперь к криминальным новостям. 46-летнего Волгограда ограбили в подъезде собственного дома. Неизвестный ударил мужчину, выхватил из его рук портфель и убежал. Затем злоумышленник стал распачиваться в магазинах картами потерпевшего. Все подробности в сводке регионального главка МВД России. В Дзержинском районе Волгограда полицейские раскрыли тяжкое преступление. В больницу с проникающим ножевым ранением был доставлен 19-летний волгоградец. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего родственника потерпевшего. Установлено, что мужчина в ходе ссоры нанес потерпевшему удар кухонным ножом и скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Полицейские продолжают выявлять факты браконьерства. Ежедневно на водоемах области проходят рейдовые мероприятия. Так, в Калачевском районе задержаны двое ранее судимых волгоградцев, которые установили сети на Цемлянском водохранилище. Запрещенные снасти и незаконный улов изъяты. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный вылов рыбы. В центральном районе Волгограда полицейские раскрыли грабеж. Неизвестный в подъезде дома ударил 46-летнего мужчину, выхватил из рук портфель и убежал. Добычей грабителя стали деньги и банковские карты. Позже злоумышленник расплатился картами в нескольких магазинах города. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый волгоградец. Мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Декорации, софиты и чарующая музыка. В Волгоградском молодежном театре прошел юбилейный вечер Федора Болотина. Гости смогли не только насладиться юмористическим спектаклем «Пигмиллион» или «Укращение Строптивого», но и поздравить актера с юбилеем. В зале истинные театралы, поклонники творчества Федора Болотина, его друзья и коллеги. Артист театра отмечает юбилей 65 лет и даже в свой праздник находится на сцене. Болотин с блеском играет во многих спектаклях. В роли отца в сказке «Морозка» изображает простого задушевного мужичка. Проникновенен и удивительно точен в роли Ермолаева и Водина в спектакле «Чудики». Органично вписывается в постановки «Забавный случай», «Солдат Иван Чонкин», «12-я ночь» или «Как пожелаете», «Пигмиллион» или «Укращение Строптивого» и множество других. Умеет достучаться до сердец многих зрителей. Человек, наверное, с большой буквы, артист большой буквы, потому что можно, наверное, перечислять многих артистов, но именно Федор Иванович один из тех, который отличается не просто своим талантом, артистизмом, но и человеческими качествами. В нем присутствуют такие, как справедливость, прежде всего, уверенность в себе и уверенность в том, какой должен быть окружающий мир. В Волгоградском молодежном театре Федор Иванович работает с 2012-го. Заведуя театральной труппой, уверенно руководит артистами, выступает в роли наставок и опекуна. За плечами актерское образование и большой опыт работы. В Волгоградском драмтеатре имени Горького, а также в Волгоградском Тюзе. «Таких артистов, хочется сказать, беречь надо. Конечно, беречь надо, потому что старая школа очень четких правил. Человек, который внутри коллектива, внутри, так сказать, вот этого сложного организма, старается поддерживать те самые вечные театральные правила, которые необходимо передавать из поколения в поколение». Говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Однако дружба между Федором Болочиным и Людмилой Ковнацкой доказывает обратное. Артисты познакомились еще на учебе в Волгоградском училище искусств и до сих пор общаются с теплотой. «Он мог объединить в репетиции. С первого курса мы заняты уже были у мастера в спектаклях, мы играли на сцене. Потом мы оставались долго репетировать эти ночные репетиции постоянно. Он был всегда во главе, он все это контролировал». Федор Михайлович продолжал все контролировать и после учебы, но уже в стенах волгоградской молодежки, в должности заведующего труппой. «Мне очень нравится смотреть, как они репетируют. Потом мне надо выйти, ну как бы еще такой репетиционный период. Я обожаю смотреть репетиции, как люди работают. Реквизитором могу работать, электриком, ну как бы вот помощником режиссера. Вот просто работа в театре, она мне приносит огромное удовольствие». Заработав спектакль «Синий платочек», Федор Болотин награжден памятным знаком губернатора Волгоградской области. Со спектаклем «Чудики» успешно представлял Волгоградский регион на шестом международном театральном фестивале «Пост-Ефремовское пространство», который проходил в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Мелехова. Команда телеканала МТВ поздравляет Федора Болотина с юбилеем. Желаем новых успешных ролей и как можно больше поводов для счастливых улыбок. Илья Власенко, Глеб Волков. Время новостей. Будущее начинается с прекрасного. В Волгограде проходит заключительный этап межрегионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества. Участие в нем принимают 120 талантливых ребят из Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. Запланированы три гала-концерта. Первый уже состоялся. Мероприятия организованы в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Уникальную возможность выступить на главной сцене города в финале межрегионального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее» начинается с прекрасного 2022. Вместе с профессиональными коллективами получили более 40 юных исполнителей и 6 ансамблей. Более 200 детей за эти 5 лет вышли и показывали свое творчество с нашими профессиональными коллективами. Это замечательно, потому что будущее – это будущее наших детей. И насколько оно будет светлым, насколько оно будет красивым, зависит сегодня от нас. Первый гала-концерт открыли победители в двух номинациях – инструментальное исполнительство и сольное академическое пение. 17 солистов и ансамбль скрипачей из Волгограда, Суровикина и Астраханской области выступили вместе с Волгоградским академическим симфоническим оркестром. Это общий труд, это не только филармония, это не только комитет по культуре области, но это в первую очередь вы, родители, педагоги. Это большая-большая дружная семья. Спасибо вам еще раз за ваших и за наших детей. С праздником. Ирина Черноярова – талант из Суровикинского района. В шесть лет она впервые взяла флейту в руки и с тех пор не представляет себя без музыки. Я очень долго готовилась к этому мероприятию, учила произведения, мы долго подбирали с моим преподавателем его. Я очень рада, что у меня теперь есть такой опыт игры с Волгоградским симфоническим оркестром. Фестиваль – настоящий трамплин к вершинам мастерства, но в одиночку безопытного наставника добраться к этим высотам очень сложно. Мы были приглашены в культурный центр имени Елены Образцовой и мы выступали там в президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге. Это мое самое большое достижение в жизни. Аплодисментами зал «Тепло» встретил участников первого гала-концерта. Исполнители с разным уровнем мастерства, но всех ребят объединяет одно – любовь к музыке и сцене. Все абсолютно разные. Я понимаю, как им сложно выходить на конкурс, играть морально, физически. Я по себе это знаю, насколько это такой колоссальный труд и опыт. Но они, знаете, справились с этим очень хорошо. Волнение не мешало, и они показали себя абсолютно с лучшей стороны. Второй гала-концерт фестиваля «Будущее» начинается с «Прекрасного» состоится 23 апреля. Юные вокалисты, победители фестиваля в номинации «Сольное эстрадное пение» выступят на главной сцене города вместе с эстрадным ансамблем «Странники». Приглашаются владельцы пушкинских карт. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на нашем информационном портале МТВ онлайн. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь.